Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Абрахам Мэрит. Семь шагов к сатане. Глава первая. Часы пробили в восемь, когда я вышел из дверей клуба первооткрывателей и остановился, глядя вниз вдоль пятой авеню. Остановившись, я вновь со всей силой испытал то неприятное ощущение слежки, которое удивляло и тревожило меня последние две недели. Странный покалывающий холод где-то под кожей с той стороны, откуда следят. Какое-то необычное чувство звенящего напряжения. Особая чувствительность, присущая людям, которые большую часть жизни провели в пустыне или джунглях. Возврат к какому-то примитивному шестому чувству. Все дикари обладали им, пока не познакомились с напитками белых людей. Беда в том, что я не мог локализовать это ощущение. Оно накатывалось на меня со всех сторон. Я осмотрел улицу. Три таксиста ялево-бочины рядом с клубом. Они не заняты, а их водители оживленно разговаривают друг с другом. Не видно никаких зевак. Два стремительных автомобильных потока двигались вверх и вниз по авеню. Я изучил окна противоположного здания. Ни следа наблюдателей. И все же за мной внимательно следили. Я это знал. Сознание это приходило ко мне за последние две недели в разных местах. Время от времени я чувствовал присутствие невидимых наблюдателей в музее, куда я пришел взглянуть на юнянские нефриты. Именно я дал возможность старому богачу Рокбилту поместить их здесь, что заметно усилило его репутацию филантропа. Чувство это приходило ко мне в театре и во время верховой прогулки по парку. В брокерской конторе, где я следил за тем, как деньги, принесенные мне нефритами, превращаются в ничто, в игре, о которой я, приходится это признать, знал меньше, чем ничего. Я чувствовал слежку на улицах, но этого следовало ожидать. Но я чувствовал ее и в клубе. А вот этого ожидать было нельзя. И это больше всего меня беспокоило. Да, я находился под непрерывным наблюдением, но почему? Сегодня вечером я решил это узнать. От прикосновения к плечу я подпрыгнул и сунул руку под пальто, где у меня висел пистолет. И тут же понял, как сильно загадка подействовала мне на нервы. Повернувшись, я чуть глуповато улыбнулся огромному Ларсу Торвальдсену, который всего несколько дней назад вернулся в Нью-Йорк после двухлетнего пребывания в Антарктиде. «Нервничаешь, Джим?» – спросил он. «В чем дело, заложил за галстук?» «Ничего подобного, Ларс», – ответил я. «Думаю, просто слишком много города, постоянный шум и движение, и слишком много людей», – добавил я с искренностью, о которой он и не подозревал. «Боже!» – воскликнул он. «А по мне так это хорошо. Я этим объедаюсь после двух лет одиночества. Но, наверное, через месяц-два буду испытывать то же самое». «Я слышал, ты скоро снова в путь? Куда на этот раз? Обратно в Китай?» Я покачал головой. Не хотелось говорить Ларсу, что направление, в котором я двинусь, целиком определяется тем, что мне подвернется за время, пока я потрачу шестьдесят пять долларов в бумажнике и семь двадцати пятицентовиков и два десятицентовика в кармане. «У тебя что, неприятности, Джим?» Он более внимательно посмотрел на меня. «Если так, я был бы рад помочь». Я опять покачал головой. Все знали, что старый Рокбилд был необыкновенно щедр из-за этих дьявольских нефритов. У меня своя гордость, и хотя меня потрясло мгновенное исчезновение золотого запаса, которое я рассчитывал превратить в барьер перед любыми заботами на всю оставшуюся жизнь, чтобы быть независимым от любых случайностей. Я все же не собирался рассказывать Ларсу о своей глупости. К тому же дела вовсе не так безнадежные, я не бездомный бродяга в Нью-Йорке. «Что-нибудь подвернется?» «Подожди меня!» — сказал он, когда кто-то окликнул его из клуба. Но я не стал ждать. Еще меньше, чем о своей неудачной игре, хотелось мне рассказывать ему о моих наблюдателях. Я пошел по улице. Кто же следит за мной и зачем? Кто-нибудь из Китая идет за мной с той самой древней гробницы, где я добыл сокровища? Киванг, конечно, разбойник, хотя и получил хорошее образование в Корнвэлле. Не стал бы посылать за мной шпионов. Нашу, скажем так, сделку, хоть необычную, он считал завершившейся, несмотря на свой проигрыш. Каким бы бесчестным он ни был в картах, это не тот человек, который нарушает свое слово. В этом я уверен. К тому же он не стал бы так долго медлить перед ударом. Нет, это не люди Киванга. Был также этот липовый арест в Париже, который должен был устранить меня на несколько часов. Об этом свидетельствовало состояние комнаты и багажа, когда я вернулся. Вернулся, несомненно, намного раньше, чем предполагали воры, так как быстро раскрыл подлог. Своё внезапное появление я, несмотря на болезненный ножевой порез, вспоминал с удовольствием. У одного из моих караульных была сломана шея, а у другого голова мало о чем сможет думать в ближайшие несколько месяцев. Была и вторая попытка. Автомобиль, в котором я ехал на пароход, задержали между Парижем и Гавром. Попытка могла бы быть успешной, если бы броши с нефритами не были упакованы в багаж знакомого, который добирался к тому же пароходу на обычном поезде. Кстати, он считал, что везет старинную посуду. Будто бы я не доверяю ее возможным толчкам быстрого автомобильного путешествия, на которое загадочное происшествие в день отплытия обрекло меня. Принадлежат ли наблюдатели к той же банде? Они должны знать, что теперь нефриты не у меня, они в безопасности в музее. Я больше не представляю интереса для этих разочарованных господ, если, конечно, они не хотят отомстить. Но это никак не объясняет постоянное, вкрадчивое, терпеливое наблюдение. И почему они не ударили раньше? У них была для этого масса возможностей. Что ж, кем бы ни были наблюдатели, я решил дать им возможность добраться до меня. Я заплатил по всем счетам. 66 долларов и 95 центов в кармане составляли все мое земное богатство, но никаких долгов у меня не было. В какой бы неизвестный порт я ни направлялся с обломанным рангоутом и опустошенными палубами, за мной не оставалось невыполненных обещаний. Да, я решил выманить врага, если это враг, из укрытия. Я даже выбрал место, где это должно произойти. Во всем Нью-Йорке самое одинокое место в 8 часов октябрьского вечера, впрочем, как и любого другого, то, которое днем наиболее многолюдно. Нижняя часть Бродвея, лишившаяся дневных орд, его каньоноподобные стены молчаливы, а пересекающиеся меньшие каньоны более пусты и тихи, чем их дикие собратья. Именно туда я собрался идти. Когда я сворачивал на 5-ю авеню от клуба открывателей, мимо прошел человек, чья походка и осанка, фигура и одежда показались мне странно знакомыми. Я остановился, глядя, как он неторопливо поднимается по ступеням клуба. Затем, странно обеспокоенный, пошел дальше. Что-то необыкновенно знакомое, пугающе знакомое было в этом человеке. Что это? Направляясь к Бродвею, я продолжал ощущать присутствие наблюдателей. Но только дойдя до городской ратуши, понял, что мне показалось таким знакомым. Осознание это вызвало нечто вроде легкого шока. В походке и осанке, в фигуре и одежде, от легкого коричневого пальто и мягкой серой шляпы до крепкой малакской трости, этот человек был мной. Глава вторая Я остановился. Естественнее всего предположить, конечно, что сходство случайно. Случайность крайне редкая, но все же случайность. В Нью-Йорке не менее 50 человек, которых можно принять за меня, если не приглядываться. Но шансы на то, чтобы похожий на меня человек в данный момент был точно так же одет, почти равны нулю. Однако это возможно. Что еще можно предположить? Зачем кому-то сознательно копировать меня? Но с другой стороны, зачем кому-то наблюдать за мной? Я остановился в нерешительности. Не сесть ли в такси и не вернуться ли в клуб? Разум шептал мне, что видел я незнакомца лишь мгновение. Что, возможно, меня обманула игра света и тени, что сходство лишь иллюзия. Выругав свои натянутые нервы, я пошел дальше. Миновав Кортленд-стрит, я стал встречать все меньше и меньше пешеходов. Церковь Святой Троицы напоминала деревенскую часовню. Молчаливые утесы зданий многочисленных контор окружили меня. Я почувствовал удушающее давление. Здания как будто спали и во сне раскачивались. Их бесчисленные окна походили на ослепшие глаза. Но если они и были слепы, то другие глаза, ни на мгновение не отрывавшиеся от меня, вовсе не были слепы. Их взгляд становился более пристальным, более напряженным. И вот уже никого вокруг, ни полицейского, ни даже вахтера. Я знал, что вахтеры сидят внутри огромных каменных крепостей Капитала. Я задерживался на углах, давая наблюдателям возможность выйти. Невидимому стать видимым. И по-прежнему не видел никого. И по-прежнему чьи-то взгляды не отрывались от меня. С чувством некоторого разочарования я дошел до конца Бродвея и взглянул на Баттери-парк. Он был безлюден. Я подошел к стене гавани и сел на скамью. Паром, устремившийся к Стейтен-Айленд, напоминал большого золотистого водяного жука. Полная луна проливала поток дрожащего серебряного огня на волны. Было очень тихо. Так тихо, что я слышал отдаленный звон колоколов Святой Троицы. Прозвонили девять часов. Я ничего не слышал, но неожиданно понял, что рядом со мной кто-то сидит. Приятный голос попросил прикурить. В огне спички, поднесенном к сигарете, я увидел смуглое аскетическое лицо, гладко выбритое, рот и глаза добрые, причем глаза слегка водянистые, как от напряженной работы. Рука, держащая спичку, длинная, стройная и хорошо ухоженная. Она производила впечатление необычной силы. Рука хирурга или скульптора. Несомненно, профессионал, заключил я. Эту мысль подтверждали плащ-накидка и мягкая темная шляпа. Широкие плечи под плащом соответствовали впечатлению необычной физической силы. «Прекрасная ночь, сэр», — он отшвырнул спичку. «Ночь приключений. А за нами город, в котором возможны любые приключения». Я посмотрел на него внимательнее. Странное замечание, особенно если учесть, что я, несомненно, вышел сегодня в поисках приключений. Но что, в конце концов, в этом странного? Может, во мне говорит преувеличенная подозрительность? Он не мог знать, что привело меня в это молчаливое место. Доброе лицо и глаза заставили немедленно отказаться от этой мысли. Какой-нибудь ученый, может быть, благодарный парку за его тишину. «Вон тот паром», — он указал на гавань, очевидно, не подозревая, что я его изучаю, — «сокровище потенциальных приключений». В нем молчащие Александры, безвестные Цезарь и Наполеоны, незавершенные Язоны, и каждый почти готов отвоевать золотое руно. Да, и несовершившиеся Елены и Клеопатры, и не хватает мелочи, чтобы завершить их и отправить завоевывать мир. «Какое счастье для мира, что они не завершены», — рассмеялся я. «Сколько времени прошло бы до того, как все эти Цезари, Наполеоны и прочие вцепились бы друг к другу в глотки, и мир запылал в огне?» «Нисколько», — серьезно ответил он. «Нисколько, если бы они находились под контролем воли и интеллекта большего, чем сумма их воль и интеллектов. Мозг более мощный, чем все они в совокупности, разум, планирующий за них, воля более сильная, чем их воли, способная заставить их выполнить эти планы точно так, как их составил грандиозный мозг». «В результате, сэр», — возразил я, — «появятся не супер-пираты, супер-преступники и супер-куртизанки, о которых вы говорили, а супер-рабы. «Меньше рабы, чем любые другие в истории», — ответил он. «Персонажи, которых я назвал в качестве типичных, всегда находились под контролем провидения или Бога, если вы предпочитаете этот термин. Воля и интеллект, о которых я говорю, будут действовать эффективнее. Они размещены в человеческом черепе благодаря ошибке слепой судьбы или Бога, который, разумеется, если он существует, должен наблюдать за множеством миров, и у него нет возможности слишком внимательно следить за каждым индивидуумом, населяющим эти бесчисленные миры. Нет, мозг, о котором я говорю, будет использовать таланты своих слуг наиболее полно и не тратить их зря. Он будет достойно и справедливо награждать их, а когда накажет, наказание будет справедливым. Он не будет рассеивать тысячи семян по воле случая, так что лишь немногие найдут плодородную почву и прорастут. Он будет отбирать немногих, подбирать им почву и следить, чтобы ничто не мешало им расти. Такой мозг был бы больше судьбы или, если вы предпочитаете этот термин, Бога, сказал я. Повторяю, это кажется мне сверхрабством. Как хорошо для мира, что такой мозг не существует. — Да, — он задумчиво затянулся. — Но, видите ли, он существует. — Неужели? Я пытался сообразить, не шутит ли он. — И где же? — Это вы скоро узнаете, мистер Киркхэм, — холодно ответил он. — Вы меня знаете. На какое-то мгновение я подумал, что ослышался. — Очень хорошо, — ответил он. — И тот мозг, в чьем существовании вы сомневаетесь, знает о вас все, что необходимо знать. Он призывает вас. — Идемте, Киркхэм, пора. Вот оно что и так я встретил того, кого искал. Они, кем бы они ни были, наконец выступили в открытую. — Минутку. Я чувствовал, как при звуках этого высокомерного голоса, который только что казался мне таким вежливым, во мне просыпается гнев. — Кем или чем бы ни был пославший вас, ни он, ни вы не знаете меня так, как думаете. Позвольте сказать вам, что я не иду никуда, если не знаю, куда иду, и встречаюсь лишь с теми, с кем хочу. — Скажите, куда вы хотите меня отвезти, к кому и зачем, тогда я решу, ответить ли мне на то, что вы назвали призывом. Он спокойно слушал. И вдруг рука его взметнулась и перехватила мое запястье. Я встречался со многими сильными людьми, но такого не встречал. Трость выпала из моей парализованной руки. — Вам уже сказано все, что необходимо, — холодно ответил он. — Вы идете со мной немедленно. Он освободил мою руку, и я, дрожа от гнева, вскочил на ноги. — Будьте вы прокляты! — воскликнул я. — Я иду, куда хочу и когда хочу! И наклонился, чтобы поднять трость. В то же мгновение он обхватил меня руками. — Вы пойдете туда, куда хочет пославший меня, и тогда, когда он этого хочет! — прошептал мой собеседник. Я чувствовал, как его руки обшаривают меня, и не мог освободиться, как будто был котенком. Он нашел маленький автоматический пистолет у меня под левой рукой и вытащил его из кобуры. Так же быстро, как схватил, он освободил меня и сделал шаг назад. — Идем! — приказал он. Я стоял, глядя на него и обдумывая ситуацию. Никто никогда не имел возможности усомниться в моей храбрости. Но, на мой взгляд, храбрость не имеет ничего общего с безрассудством. Храбрость означает холодное взвешивание всех особенностей чрезвычайного происшествия. Определение того, сколько времени в вашем распоряжении, и затем действия в избранном направлении, с использованием всех резервов мозга, нервов и мышц. У меня не было ни малейшего сомнения, что у загадочного посыльного поблизости скрывается множество помощников. Если я брошусь на него, что мне это даст? У меня только трость, а у него мой пистолет и, вероятно, собственное оружие. Как бы я ни был силен, он показал мне, что моя сила — ничто в сравнении с его. Возможно, он даже рассчитывает на мое нападение, надеется на него. Разумеется, я могу позвать на помощь или убежать. Оба эти выхода казались мне не только нелепыми, но и, учитывая возможных сообщников, бесполезными. Недалеко находится станция Подземки и Оживленная улица. Там, в ярком свете, я буду в сравнительной безопасности, если смогу туда добраться. Я пошел через парк Куайтхолл-стрит. К моему удивлению, незнакомец не возразил, вообще ничего не сказал. Он спокойно шел рядом со мной. Вскоре мы вышли из Баттери. Невдалеке виднелись огни станции Боулинг-Грин. Негодование и гнев мои рассеялись. Их место заняла заинтересованность. Абсурдно предполагать, что кого-нибудь в Нью-Йорке можно заставить идти куда-то против его воли, когда рядом множество людей и полиция. Немыслимо быть похищенным вблизи станции метро, а если мы попадем в метро, то вообще невероятно. Почему же мой компаньон так спокойно идет рядом, с каждым шагом приближаясь к месту, где моя позиция становится неприступной? Ведь несколько минут назад так легко было захватить меня. Или почему нельзя было подойти ко мне в клубе? Существует множество возможностей выманить меня оттуда. Есть, по-видимому, только один ответ. Им нужна полная тайна. Схватка в парке могла привлечь внимание полиции. Попытка в клубе могла привести к появлению очевидцев происшествия. Насколько все эти рассуждения не соответствовали действительности, мне скоро предстояло узнать. Когда мы подошли к входу на станцию Боулинг-Грин, я увидел стоящего полицейского. Без стыда, признаюсь, его вид согрел мое сердце. «Послушайте», — сказал я своему спутнику. «Вон полицейский. Суньте пистолет мне в карман. Оставьте меня и идите своей дорогой. Если вы это сделаете, я ничего не скажу. Если не сделаете, я попрошу полисмана задержать вас». «К вам применят закон Салливана, а может, и еще кое-что». «Уходите незаметно. Если хотите, свяжитесь со мной в клубе открывателей. Я все забуду, и мы поговорим. Но больше не пытайтесь действовать силой, не то я выйду из себя». Он улыбнулся мне как ребенку. Лицо и глаза снова сама доброта, но не ушел. Наоборот, крепко взял меня за руку и повел прямо к полицейскому. И когда мы уже были на расстоянии слышимости, заговорил громко. «Ну достаточно, Генри. Вы побегали немного. Я уверен, вы не хотите доставлять этому занятому полисмену новые заботы. Давайте, Генри, будьте разумны». Полицейский сделал шаг вперед, оглядывая нас с ног до головы. Я не знал, смеяться мне или снова сердиться. Прежде чем я смог сказать слово, человек в накидке протянул полицейскому свою карточку. Тот, прочел ее, с уважением коснулся своей фуражки и спросил, «А в чем дело, доктор?» «Простите за беспокойство», — ответил мой удивительный компаньон. «Но я попрошу вас немного помочь мне. Наш юный друг — один из моих пациентов. Он летчик, военная травма. Повредил голову в крушении во Франции и теперь считает себя Джеймсом Киркхэмом, исследователем. На самом деле его зовут Генри Уолтон». Полицейский с сомнением взглянул на меня. Я улыбнулся, уверенный в своей безопасности. «Продолжайте», — сказал я. «Что еще я думаю?» «Вообще-то он не опасен». Незнакомец добродушно потрепал меня по плечу. Но время от времени умудряется ускользнуть от нас. Да, безвреден, но весьма изобретателен. Весь вечер убегал от нас. Я разослал своих людей на поиски и сам нашел его в парке. В таких случаях он считает, что ему угрожает похищение. Будьте добры, выслушайте его и заверьте, что подобные вещи невозможны в Нью-Йорке. Или, если и возможны, похитители не посвящают свои планы нью-йоркских полицейских, как я. Я почти восхищался ловкостью его выдумки, юмористической, но терпеливой и вполне профессиональной манерой рассказа. Считая себя в безопасности, я мог позволить себе рассмеяться. — Совершенно верно, — сказал я. Но так уж случилось, что меня действительно зовут Джеймс Кирхем. Я никогда не слышал ни о каком Генри Уолтоне и никогда до сегодняшнего вечера не встречал этого человека. У меня есть все основания считать, что он пытается заставить меня идти туда, куда я не собираюсь. Видите? Мой компаньон многозначительно кивнул полицейскому, который, не отвечая на мою улыбку, смотрел на меня с раздражающей жалостью. — Не волнуйтесь, — сказал он мне. — Как говорит добрый доктор, похитители не обращаются к полицейским за помощью. Вас не могут похитить в Нью-Йорке, во всяком случае не так. Идите с доктором и больше не волнуйтесь. Пора кончать эту абсурдную историю. Я сунул руку в карман, вытащил бумажник и достал оттуда свою карточку. Добавив к ней одно-два письма, я протянул их полисмену. — Может быть, эти свидетельства заставят вас взглянуть по-другому, — сказал я. Он взял их, внимательно прочел и с жалостью вернул мне. — Конечно, парень. — То он его был успокаивающим. — Никакой опасности нет, говорю вам. Остановить вам такси, доктор. Я с изумлением посмотрел на него, потом на карточку и конверты, которые он вернул мне. И, не веря себе, прочел на них одно и то же. На карточке было имя Генри Уолтон, и каждый конверт был адресован тому же джентльмену, находящемуся под присмотром доктора Майкла Консардайна, по адресу, в котором я узнал район самых высокооплачиваемых нью-йоркских специалистов. Да и бумажник, который я держал в руке, был не тем, с каким я начал вечернюю прогулку не более часа назад. Я расстегнул пальто и поискал этикетку портного, на которой должно быть мое имя. Да. Никакой этикетки не было. Неожиданно чувство безопасности меня покинуло. Я начал понимать, что в конце концов возможно заставить меня идти туда, куда я не хочу. Даже на станции Нью-Йоркской подземки. «Послушайте», — сказал я, и в голосе моем больше не было смеха. «Вы допускаете большую ошибку. Я встретил этого человека несколько минут назад в баттере парке. Он настаивал, чтобы я шел с ним, а куда не говорил, и встретился с человеком, имя которого не назвал. Когда я отказался, он силой обыскал меня, отобрал оружие. Во время этой борьбы, как мне теперь ясно, он подменил мой бумажник другим, в котором карточка и письма с именем Генри Уолтона вместо моего. Я требую, чтобы вы обыскали его и нашли мой бумажник. Далее требую, найдете вы или нет, отвезти нас с ним в отделение». Полицейский с сомнением смотрел на меня. Моя искренность и очевидное здравомыслие поразили его. Ни моя внешность, ни манера не говорили о расстроенном рассудке. С другой стороны, ласковое лицо, добрый взгляд, бросающийся в глаза воспитанность и профессионализм человека из баттери, совсем не походили в глазах полицейского на качество похитителя. «Я совершенно не против допроса в отделении, даже не против обыска там», — сказал человек в плаще накидки. «Но предупреждаю вас, что возбуждение пагубно скажется на состоянии моего пациента. Впрочем, вызывайте такси». «Не такси», — сказал я твердо. «Мы поедем в полицейской машине в сопровождении полицейских». «Минутку», — лицо полицейского прояснилось. «Вон идет сержант, он решит, что делать». Подошел сержант. «Чем дело, Муни?» — спросил он, оглядывая нас. Муник кратко обрисовал ситуацию. Сержант еще раз более внимательно осмотрел нас. Я улыбнулся ему весело. «Все, что я хочу», — сказал я, — «чтобы нас отвели в отделение в патрульной машине». «Никакого такси, доктор. Как вас там?» «А, да, доктор Консардайн». «Патрульная машина, в ней несколько полицейских, и доктор Консардайн рядом со мной. Вот все, чего я хочу». «Хорошо, сержант», — терпеливо сказал доктор Консардайн. «Я согласен идти. Но, как я уже предупредил полицейского Муни, это означает задержку и возбуждение. И вы должны будете нести ответственность за их воздействие на моего пациента. В конце концов, его здоровье — моя главная забота. Я сказал, что он не опасен, но сегодня я отобрал у него вот это». И он протянул сержанту автоматический пистолет. «Под его левой рукой вы найдете кобуру», — сказал Консардайн. «Откровенно говоря, я считаю, что его нужно как можно быстрее доставить ко мне в больницу». Сержант подошел ко мне и, отведя пальто, пощупал под левой рукой. По его лицу, когда он нащупал кобуру, я понял, что этот раунд выиграл Консардайн. «У меня есть разрешение на оружие», — резко сказал я. «Где оно?» — спросил он. «В бумажнике, который тот человек отобрал вместе с пистолетом», — ответил я. «Если вы его обыщите, найдете». «О, бедный мальчик, бедный мальчик», — пробормотал Консардайн. И таким искренним было его огорчение, что я сам чуть не почувствовал жалость к себе. Он снова заговорил с сержантом. «Возможно, мы решим вопрос без риска поездки в отделение. Как вам уже сказал Муни, расстройство сознания моего пациента заключается в том, что он считает себя неким Джеймсом Киркхэмом, живущим в клубе первооткрывателей. Может быть, подлинный мистер Киркхэм в данный момент как раз там? Позвоните в клуб первооткрывателей и попросите его. Если мистер Киркхэм там, я думаю, это закончит дело. Если нет, поедем в отделение». Сержант посмотрел на меня, а я пораженный на Консардайна. «Если вы сможете поговорить с Джеймсом Киркхэмом в клубе первооткрывателей», — сказал я наконец, — «то я Генри Уолтон». Мы подошли к телефонной будке. Я дал сержанту номер клуба. «Спросите Роберта», — добавил я. «Он сегодня портье». За несколько минут до ухода я говорил с Робертом. Он и сейчас должен дежурить. «Это Роберт, портье?» — спросил сержант, когда сняли трубку. «Мистер Киркхэм в клубе?» — говорит сержант полиции Доуни. Последовала пауза. Сержант взглянул на меня. «Послали за Киркхэмом», — пробормотал он потом в трубку. «Кто это?» — «Вы мистер Киркхэм?» — «Минутку, пожалуйста, дайте мне снова портье». «Роберт, я говорил с Киркхэмом. Исследователем Киркхэмом. Вы уверены?» «Хорошо, хорошо, не горячитесь. Я понимаю, что вы его знаете. Дайте мне его снова. Алло, мистер Киркхэм. Нет, все в порядке, просто чокнутый. Тут один думает, что он — это вы». Я выхватил трубку у него из руки, прижал к уху и услышал голос. «Не в первый раз, бедняга!» Голос был мой собственный. Глава третья. Трубку у меня отобрали, впрочем, достаточно мягко. Сержант снова слушал. Муни держал меня за руку, человек плаща накидки за другую. Я слышал, как сержант говорит. «Да, Уолтон, Генри Уолтон, так его зовут. Простите за беспокойство, мистер Киркхэм. До свидания». Он повесил трубку и сочувственно посмотрел на меня. «Какая жалость!» — сказал он. «Вызвать скорую, доктор?» «Нет, спасибо», — ответил Консердайн. «Это особый случай. Мания похищения очень сильна. Он будет спокойнее в окружении людей, мы поедем под земкой. Даже если его нормальная сущность бездействует, подсознание подскажет ему, что невозможно похищение в самой середине толпы в метро». «Ну, Генри!» — он похлопал меня по руке. «Согласитесь с этим. Вы ведь начинаете осознавать реальность, не так ли?» Я вышел из оцепенения. «Человек, прошедший мимо меня на Пятой Авеню. Человек, который так странно напоминал меня. Как глупо, что я не подумал об этом раньше». «Подождите!» — отчаянно воскликнул я. «В клубе самозванец! Он очень похож на меня, я его видел». «Ну-ну, парень!» — сержант положил руку мне на плечо. «Ты ведь дал слово и сдержишь его, я уверен. Спокойно иди с доктором». Впервые я почувствовал безнадежность. Сеть, захватившая меня, сплетена с адской изобретательностью. Очевидно, ни одна возможность не была упущена. Я ощутил беспощадное давление. Если кто-то так заинтересован в моем устранении, уничтожить меня будет легко. Если этот двойник может обмануть портье, знающего меня многие годы, если он без боязни разоблачения общается с моими друзьями в клубе, если он способен на все это, чего же он не сделает в моем обличье и моим именем? Кровь моя заледенела. Что это за заговор? Я должен быть устранен, чтобы двойник занял мое место в моем мире на время и совершил злодейство, которое навсегда очернит мою память. Ситуация больше не казалась забавной. Можно было ожидать самого дурного. Но следующий этап моего подневольного путешествия — подземка. Как сказал Консардайн, ни один человек в здравом рассудке не поверит, что здесь возможно похищение. Тут легче сбежать, найти в толпе человека, который выслушает меня, создать при необходимости такие условия, чтобы мой похититель не смог удержать меня, перехитрить его каким-нибудь образом. Во всяком случае, ничего не остается, как только идти с ним. Дальнейшие обращения к полицейским бессмысленны. «Идемте, доктор», — спокойно сказал я. Мы спустились в подземку, он продолжал держать меня за руку. Мы миновали вход на станцию, поезд уже ждал. Я зашел в последний вагон, Консардайн следом за мной. Вагон был пуст. Я пошел дальше. Во втором один или два неприметных пассажира. Но зайдя в третий вагон, я увидел в его противоположном конце сполдюжины морских пехотинцев во главе с лейтенантом. Пульс мой убыстрился. Вот возможность, которую я ищу. Я пошел прямо к ним. Заходя в вагон, я краем глаза заметил пару, сидящую в углу у двери. Устремившись к морякам, я не обратил на нее внимания. Но не сделал я и пяти шагов, как услышал вскрик. «Гарри! О, доктор Консардайн, вы нашли его!» Я невольно остановился и обернулся. Ко мне бежала девушка. Обняв меня руками за шею, она снова воскликнула. «Гарри! Гарри, дорогой! Слава богу, он нашел тебя!» Карии глаза, красивее я в жизни не видел, смотрели на меня. Глубокие, нежные, в них жалость, а на краях длинных ресниц повисли слезы. Даже охваченные оцепенением я заметил тонкую кожу, нетронутую румянами. Кудрявые, шелковые, коротко подстриженные волосы под изящной маленькой шляпкой. Волосы теплого бронзового оттенка, слегка вздернутый нос, изысканный рот и миниатюрный заостренный подбородок. Именно такая девушка, которую в других обстоятельствах я предпочел бы встретить. В нынешней же ситуации она подействовала смущающе. «Ну-ну, мисс Уолтон!» — голос доктора Консардайна звучал успокаивающе. «С вашим братом теперь все в порядке». «Довольно, Ева, не суетись, доктор нашел его, я ведь тебе говорил, что так и будет». Голос второго человека, сидевшего с девушкой. Примерно моего возраста, исключительно хорошо одет. Лицо худое и загорелое, рот и глаза, возможно, говорят о разгульном образе жизни. «Как вы себя чувствуете, Гарри?» — спросил он меня и грубовато добавил. «Ну и задали вы нам сегодня жару». «Что за беда, Уолтер?» — упрекнула его девушка, если он в безопасности. Я развел руки девушки и посмотрел на всех троих. Внешне абсолютно то, что они и должны представлять. Известный специалист, дорогой и многоопытный, беспокоящийся о непокорном пациенте с помутившимся сознанием. Привлекательная, обеспокоенная сестра, поглощенная радостью от того, что ее свихнувшийся, избежавший братец найден. Верный друг, возможно, поклонник, слегка выведенный из равновесия. Но все же неизменно верный и преданный, довольный тем, что беспокойства его, милый, кончились, и готовый ударить меня, если я снова поведу себя нехорошо. Так убедительны они были, что на мгновение я усомнился в собственной личности. На самом ли деле я Джим Киркхэм? Может, я только читал о нем? Рассудок мой дрогнул от возможности, что я действительно Генри Уолтон, свихнувшийся в катастрофе во Франции. Со значительным усилием я отверг эту идею. Пара, несомненно, ждала на станции моего появления. Но во имя всех дальновидных дьяволов, как они могли знать, что я появлюсь именно на этой станции и именно в это время? И тут я вдруг вспомнил одну из странных фраз доктора Консардайна. Разум, планирующий за них, воля более сильная, чем их воля, способная заставить их выполнить эти планы точно так, как их составил грандиозный мозг. Вокруг меня сомкнулась паутина, чьи многочисленные нити держала одна хозяйская рука, и эта рука тащила меня, тащила непреодолимо. Куда? И зачем? Я повернулся к морякам. Они смотрели на нас с интересом. Лейтенант встал, вот он направился к нам. — Могу быть вам чем-нибудь полезен, сэр? — спросил он доктора, но глаза его были устремлены на девушку и полны восхищения. Я понял, что не могу рассчитывать на помощь его или его людей. Тем не менее, ответил лейтенанту я. — Можете, меня зовут Джеймс Киркхэм. Я живу в клубе первооткрывателей. Не думаю, что вы мне поверите, но эти люди похищают меня. — О, Гарри, Гарри, — пробормотала девушка и коснулась глаз нелепым маленьким кусочком кружев. — Все, о чем я прошу, — продолжал я. — Позвоните в клуб первооткрывателей, когда выйдете из поезда. Спросите Ларса Торвальдсона, расскажите ему о том, что видели, и передайте, что человек в клубе, называющий себя Джеймсом Киркхэмом, самозванец. Сделаете? — О, доктор Консардайн, — всхликнула девушка. — О, бедный, бедный брат. — Не отойдете ли со мной на минутку, лейтенант? — спросил Консардайн. И сказал, обращаясь к человеку, который назвал девушку Евой. — Олтер, присмотрите за Гарри. Он взял лейтенанта за руку, и они прошли вперед по вагону. — Садитесь, Гарри, старина, — предложил Олтер. — Пожалуйста, дорогой, — сказала девушка. Они усадили меня в кресло, держа с обеих сторон за руки. Я не сопротивлялся. Какое-то жестокое удивление, смешанное с восхищением, охватило меня. Я видел, как лейтенант и доктор о чем-то негромко разговаривают, а остальные моряки слушают их разговор. Я знал, что говорит Консардайн. Лицо лейтенанта смягчилось, он и его люди поглядывали на меня с жалостью, а на девушку с сочувствием. Лейтенант задал какой-то вопрос. Консардайн кивнул в знак согласия, и они направились к нам. — Старина! — успокаивающе заговорил со мной лейтенант. — Конечно, я выполню вашу просьбу. Мы выходим у моста, я тут же позвоню. Клуб первооткрывателей, вы сказали. Все было бы прекрасно, но я знал, что он думает, будто успокаивает сумасшедшего. Я устал и кивнул. Расскажите это своей бабушке, конечно, вы этого не сделаете. Но если каким-то чудесным образом искорка интеллекта осветит ваш разум сегодня вечером или хотя бы завтра, пожалуйста, позвоните, как я просил. — О, Гарри, пожалуйста, успокойся, — умоляла девушка. Она обратила свой взор, красноречиво благодарный, к лейтенанту. — Я уверен, лейтенант выполнит свое обещание. — Конечно, выполню, — заверил он меня. И при этом полуподмигнул ей. Я открыто рассмеялся, не смог сдержаться. Ни у одного моряка, офицера или рядового сердца не устояло бы перед таким взглядом. Таким умоляющим, таким благодарным, таким задумчиво признательным. — Ну ладно, лейтенант, — сказал я. — Я вас нисколько не виню. Я сам бился об заклад, что невозможно похитить человека в Нью-Йорке на глазах у полицейских, но я проиграл. Потом я готов был спорить, что нельзя похитить в вагоне метро, и опять проиграл. Тем не менее, если вы все-таки будете гадать, сумасшедший я или нет, воспользуйтесь возможностью и позвоните в клуб. — О, брат! — выдохнула Ева и снова заплакала. Я сел в кресло, ожидая другой возможности. Девушка держала меня за руку, время от времени взглядывая на лейтенанта. Консардайн сел справа от меня, Уолтер рядом с Евой. У бруклинского моста моряки вышли, неоднократно оглядываясь на нас. Я сардонически отсалютовал лейтенанту. Девушка послала ему прекрасную благодарную улыбку. Если что-то еще нужно было, чтобы он забыл о моей просьбе, то именно это. На мосту в вагон вошло много народа. Я с надеждой смотрел на рассаживавшихся в креслах пассажиров. Но по мере того, как я разглядывал их лица, надежда гасла. С печалью я понял, что старик Вандербильд ошибался, сказав «проклятая толпа». Нужно было сказать «тупая толпа». Здесь была еврейская делегация в полдюжины человек на своем пути домой в Бронкс, запоздавшая стенографистка, которая тут же принялась красить губы. Три кролика-лицах юных хулигана. Итальянка с четырьмя неугомонными детьми, почтенный старый джентльмен, подозрительно глядевший на возню детей. Хорошо одетый негр, мужчина средних лет и приятной наружности с женщиной, которая могла бы быть школьной учительницей. Две хихикающие девчонки, которые тут же принялись флиртовать с хулиганами. Три возможных клерка и примерно с дюжину других неприметных слабоумных. Типичное население вагона Нью-Йоркской подземки. Взгляд направо и налево привел меня к выводу, что о богатом интеллекте тут говорить не приходится. Бессмысленно обращаться к этим людям. Мои три охранника намного опережали тут всех в сером веществе и в изобретательности. Они любую мою попытку сделают неудавшейся раньше, чем я кончу. Но все же я должен попытаться, чтобы кто-нибудь позвонил в клуб. У кого-нибудь может быть развито любопытство, и он в конце концов позвонит. Я устремил взгляд на почтенного старого джентльмена. Он похож на человека, который не успокоится, пока не выяснит, в чем дело. И только я собрался открыть рот и заговорить, девушка потрепала меня по руке и наклонилась к человеку в накидке. «Доктор!» — голос ее звучал четко и был слышен по всему вагону. «Доктор! Гарри намного лучше! Можно я дам ему... Вы знаете что?» «Прекрасная мысль, мисс Уолтон», — ответил тот. «Дайте ему ее!» Девушка сунула руку в свое длинное спортивного крое пальто и вытащила небольшой сверток. «Вот, Гарри!» — она протянула сверток мне. «Вот твой дружок! Ему было так одиноко без тебя!» Автоматически я взял сверток и развернул его. В моих руках была грязная, отвратительная, старая, тряпичная кукла. Я тупо смотрел на нее и начал понимать всю дьявольскую изощренность подготовленной мне ловушки. В самой смехотворности этой куклы был какой-то ужас. И после слов девушки весь вагон смотрел на меня. Я видел, как пожилой джентльмен, как бы не веря своим глазам, смотрел на меня над стеклами очков. Видел, как консардайн поймал его взгляд и многозначительно постучал себя по лбу, и все это видели. Грубый смех негра внезапно стих. Группа евреев застыла и смотрела на меня. Стенографистка уронила свою косметичку. Итальянские дети очарованно уставились на куклу. Пара средних лет смущенно отвела взгляд. Я вдруг осознал, что стою, сжимая куклу в руках, как будто боюсь, что у меня ее отберут. «Дьявол!» — выругался я и собрался швырнуть куклу на пол. И понял, что дальнейшее сопротивление, дальнейшая борьба бессмысленны. «Игра против меня фальсифицирована с начала и до конца. Я вполне могу сдаваться. И пойду, как и сказал консардайн, туда, куда хочет грандиозный мозг, хочу я того или не хочу. И тогда, когда ему нужно. То есть сейчас». Что ж, они достаточно долго играли мною. Придется поднять руки, но, садясь обратно, я решил получить маленькое развлечение. Я сел и сунул куклу в верхний карман пальто, откуда нелепо торчала ее голова. Пожилой джентльмен издавал сочувствующие звуки и понимающий кивал консардайну. Один из кролика лицах юношей сказал «чокнутый», и девчонки нервно захихикали. Негр торопливо встал и отправился в соседний вагон. Один из итальянских мальчишек заныл, указывая на куклу. «Дай мне». Я взял руку девушки в свои. «Ева, дорогая!» — сказал я так же громко и отчетливо, как и она. «Ты знаешь, я убежал из-за этого Уолтера. Он мне не нравится». Я обнял ее за талию. Уолтер склонился я над нею. «Человек, который, подобно вам, только что вышел из тюрьмы, где отбывал заслуженное наказание, недостоин моей Евы. Хоть я и сумасшедший, вы знаете, что я прав». Пожилой джентльмен прервал свое раздражающее причмокивание и вздрогнул. Все остальные в вагоне, подобно ему, перенесли свое внимание на Уолтера. Я почувствовал удовлетворение, видя, как он медленно краснеет. «Доктор Консардайн», — обратился я к нему. «Как медик вы знакомы с клеймом, я имею в виду признаки прирожденного преступника». «Посмотрите на Уолтера. Глаза маленькие и слишком близко посаженные. Рот расслаблен из-за дурных привычек, недоразвитые мочки ушей. Если меня нельзя выпускать на свободу, то его тем более не правда ли, доктор?» Теперь все в вагоне рассматривали то, на что я указывал, и взвешивали мои слова. И все это было почти правдой. Лицо Уолтера приобрело кирпично-красный цвет. Консардайн невозмутимо смотрел на меня. «Нет», — продолжал я, — «он вовсе тебя не достоин, Ева». Я тесно прижал к себе девушку. Это мне начинало нравиться. Она была чудо как хороша. «Ева!» — воскликнул я. «Мы так долго не виделись, а ты меня даже не поцеловала». Я приподнял ее подбородок и, да, поцеловал ее. Поцеловал крепко и совсем не по-братски. Слышал, как негромко выругался Уолтер. Как это воспринял Консардайн, не могу сунить. Да мне было и все равно. Рот у Евы удивительно сладкий. Я поцеловал ее снова и снова под гогот хулиганов, хихиканье девиц и восклицание пришедшего в ужас пожилого джентльмена. Лицо девушки, покрасневшее при первом поцелуе, теперь побледнело. Она не сопротивлялась, но между поцелуями я слышал ее шепот. «Вы заплатите за это! О, как вы заплатите!» Я рассмеялся и отпустил ее. Больше я не беспокоился. «Пойду за доктором Консардайном, даже если он этого не захочет, пока она идет с нами». «Гарри!» — его голос прервал мои мысли. «Идемте, вот и наша станция». Поезд подходил к станции 14-я улица. Консардайн встал, взглядом дал сигнал девушке. Опустив глаза, она взяла меня за руку. Рука ее была ледяной. Продолжая смеяться, я тоже встал. Между девушкой и Консардайном, Уолтер шел за нами, я вышел на платформу и поднялся на улицу. Однажды я оглянулся, и сердце мое согрелось при виде выражения Уолтера. Во всяком случае, это было туше для них двоих и в их собственной игре. Шофер в ливрее стоял у подножия ступеней. Он бросил на меня быстрый любопытный взгляд и приветствовал Консардайна. «Сюда, Киркхэм!» — коротко сказал тот. «Итак, я снова Киркхэм. И что бы это значило?» Мощная машина стояла у обочины. Консардайн показал на нее. По-прежнему, крепко держа Еву за руку, я сел и увлек ее за собой. Уолтер сел впереди, Консардайн за ним. Шофер закрыл дверцу. В машине был еще один человек в ливрее. Автомобиль двинулся. Консардайн коснулся рычажка, и окна затянулись занавесом. Нас окружила полутьма. И как только он это сделал, Ева вырвала у меня руку, ударила меня по губам и, сжавшись в углу, молча заплакала. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.